Добрый вечер! Снова ночь нокаутов на НТВ. Лучшие бои, лучшие бойцы, самые сенсационные нокауты. Лучшие бои, лучшие бойцы, самые сенсационные нокауты. Рафаэль Руэллос, блестящий боксер, блестящая карьера до того момента, пока он не нарвался на Артура Гатти. И Майкл Мурер, который начинал как полутяж, а стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Ну, а начнем мы вот с этого боя. Средневесы Хэррис против Коба. Смотрим с третьего раунда. Бернард Хэррис в черных трусах. Уже к этому моменту ясно, что главная задача Коба – это просто выжить. Из этих двоих ясно, кто главный панчер. Это Хэррис. То, что мы с вами видим сейчас, это хрестоматийный пример того, что пассивность и забота о защите ничего не дает боксеру в рим. Атака – вот что приносит дивиденды. Хэррис тут агрессор. Он обладает жестким ударом с обеих рук. И самое главное – знает, зачем он на ринку вышел. Коб отвечает одним ударом на три-четыре удара противника. Хэррис – маленький успех. Да, вот это был удар, действительно. Кинжальный удар в туловище. На повторе мы увидим, как это было. Чистый нокаут. Посмотрите, вот с этой стороны видно. Вот этот левый. Просто предплечьем забивал. Этот удар в туловище, конечно, выдержать никто не может. Вот таков был этот Хэррис. Правда, больших успехов он не добился. И, тем не менее, был достаточно опасным противником. Две минуты 43 секунды в третьем раунде. Майкл Муррер против Джеффа Томпсона. Майкл Муррер. Впервые он появился, его заметили на ринге в Москве во время первых игр доброй воли. Это был выраженный панчер. Несмотря на то, что он был левша, боец этот был очень агрессивный и обладал чудовищным ударом. Знаете, терпение – вот что главное качество для боксера. Вот что я могу сказать. Нужно ждать своего момента. Создавать его. Я знаю, что у него тяжелый удар, говорит Джефф Томпсон. Кстати говоря, партнер по тренировкам. Партнер Муррера. Но я не буду легкой целью для него. Моя задача – двигаться. И его бомбы, которые он будет швырять, меня не достигнут цели. Мурреру тогда было 22 года, а Томпсону – 29. Напоминаю, вес до 79 килограмм. Итак, леди и джентльмены, бой за звание чемпиона мира по версии WBO. Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе. 19-1 рекорд Томпсона, 12 побед нокаутом. 19 побед у него всего. И его оппонент. В золотых трусах. Его рекорд 16-0, 16 побед нокаутом. Вчетляет, правда? 16 нокаутов. И вот – лейт-хэви-вэй, чемпион лейт-хэви-вэй, Майкл Муррер уже был чемпионом мира по этой версии, в этой весовой категории. Он защищает свой титул в этом бою. Посмотрим, удастся ли выполнить свой план на игру Томпсона. Он выше противника. Легкий, быстрый и сухой. Обладает острым ударом. Но и на ринге два левши, что осложняет дело для каждого. Раз за разом Томпсон пытается провести правый крюк, но делает это слишком размашисто. Муррер в бою всегда стоял фронтально. Это позволяло ему бить мощность обеих рук. Первый нокдал. Томпсон быстро приходит в себя. Да, так он и не понял, чего следует опасаться. Опасаться следовало вот этого правого крюка. Удары передней рукой. Это был первый нокдаун. И второй точно такой же. Только во второй раз Муррер плотнее приложился, что называется. Это был четкий правый крюк. По дуге с высоко поднятым локтом. Майкл Муррер по-прежнему чемпион мира в этой версии. Вот так начинал свою карьеру Майкл Муррер. Ренат Тима Киллион против Бастера Дрейтона, экс-чемпиона мира в среднем весе по версии обеих. Нам обещают показать попозже. А сейчас Рафаэль Руэллос против Роберта Риверы. Вот он, Рафаэль Руэллос. Легковес, который стал звездой очень быстро. Его бой против Хорхе Паэса вошел в историю бокса как один из самых захватывающих. Вот так он остановил Паэса. Когда множество людей смотрит вас по телевизору, оценивает ваше исполнительское мастерство, это, конечно, мобилизует. И, главное, это замечательная мотивация для того, чтобы стать первым. Да, Руэллос был хорош. Знаете, это требует многих качеств, чтобы стать первым. Но я, я молод, мне всего лишь 21 год. Я все умею, я не устаю. Я прекрасно действую вблизи и на дистанции. Я могу выбрасывать очень много ударов, если потребуется, мог ограничиться и одним. И в этой категории я готов стать лидером. Его противник, Роберт Ривера, вот он, говорит о том, что в этом бою он прекрасно понимает, что главная задача не стать статичной, легкой целью для Руэллоса. Да, говорит он, здесь нужно больше двигаться, но я готов и к тяжелому бою. Знаете, меня не беспокоит, насколько больно мне придется в этом бою для того, чтобы выиграть. Я готов побить его, готов побить его любым способом. Бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии НАБФ Североамериканской боксерской федерации. Роберт Ривера, 18 побед, 14 нокаутов. Всего одно поражение и одна ничья. Он из Туксона, штата Ризона. Многие считали, что Ривера может создать проблему. Руэллос. 35 побед, 28 нокаутов. Руэллоса всего лишь одно поражение. Его семья переехала из Халиско, Мексика, в Калифорнию. И его, кстати, брат Габриэл Руэллос, тоже очень хороший боксер и тоже в этой же весовой категории. Руэллос. Руэллос. Самое интересное, что Руэллес при всей своей эффективности в ринге никогда не выглядел стилистом, что называется. Его движения казались неуклюжими, размашистыми. Видите, как неловко сейчас он промахнулся. И тем не менее, те, кто его недооценивал, жестоко платились за это. Вот как сейчас. Казалось бы, такими ударами, с такой амплитудой, с такой размашкой, когда кулак, кажется, медленно движется по дуге, и от него легко увернуться, достичь успеха невозможно. И тем не менее, смотрите. Неудержимая агрессия Руэллес. И снова Ревера занимает очень невыгодную позицию. Позицию защиты. Пассивную защиту. Еще никому не удавалось отогнать от себя Руэллеса. В потрясающем бою Руэллеса против Артура Гатти, который все помнят до сих пор, те, кто боксом интересуется. Все помнят, как Артура Гатти к концу боя по пояс в крови плыл, ничего не соображая. Так выглядел Руэллес. И Гатти представился только один шанс, и он попал. И первый раз Руэллес оказался на полу в глубоком нокауте. А здесь он побеждает. Пусть не с блеском, но победа убедительна. Таков был Руэллес. И снова третий раунд, 2 минуты, 23 секунды. Победа техническим нокаутом. Чемпион, Рафаэл Руэллес. Победа техническим нокаутом. Победа, 15 нокаутов. Два поражения, одна ничья. Андре Хедок. 14-0. Его рекорд. И это средний вес. До 72 килограмм. Смотрим со второго раунда. Экклс в красных трусах, с черной полосой. Хедок, не проигравший ни одного боя, недооценил своего противника. Он взял очень медленный темп с самого начала и поплатился за это. Редкое везение. Бывает же такое в бою. После отсчета нокдауна еще и гон звучит. Можно восстановить. Экклс. Свободный, расслабленный, техничный боксер. Несмотря на размашку, заметьте, как он движется. Все время тревожит противника джебом. Прямо скажем, чистая работа. Не дал себя задеть даже во время атак противника. Вычислил, ударил и попал. Очень расчетливый боксер. Этот Экклс. Видел цель и ударил от положения. И снова третий раунд. Одна минута, девять секунд. Экклс. Экклс. Анджей Галотта против Элая Диксона. Галотта это весьма одиозный персонаж в мировом боксе. Вот он. Это поляк, на которого, говорят, в свое время завели уголовное дело. Польша, который убежал в Соединенные Штаты. Стал там сначала водителем грузовика, а потом и боксером. Он был боксером. И занимал высокие места в европейском любительском боксе. Но знаменит он тем, что во время боя с Ридиком Боу, которого считали одним из главных претендентов на мировой титул, умудрился сознательно нанести четыре удара ниже пояса, после чего был дисквалифицирован. И, кстати говоря, такой драки в Медисон Сквергарден, как вот после этого боя, давно в Нью-Йорке никто не видел. Настолько публика была взбешена тем, что видел. Но после двух этих дисквалификаций Голото вышел против самого Леонакса Льюиса. Льюис, зная пристрастие Голото к грязным трюкам, не стал терять время. Он просто разбил Голото в дребезг. Есть итальянская поговорка. Если вы тяжеловес, если вы большой парень, вы на расстоянии всего лишь одного удара от победы или от поражения. Элай Диксон 14 раз выиграл нокаутом из 19 своих побед. Здоровенный парень, который весит где-то за 130 килограммов. И который абсолютно не впечатлен подвигами Голото. Да, странный персонаж этот Голото. Многие считали, что у него, как американцы говорят, нет сердца. То есть он мог дрогнуть в бою, сдаться. И это мы видели, те, кто смотрит бокс постоянно. Ну, 30 лет тогда было. А Илайу Диксона 31 год. Он был выше на 2 дюйма, на 5 сантиметров. Я имею в виду Голото. Выше своего противника. Мощный, атлетичный, с сильным ударом. Андрей Голото. 19 побед, 3 поражения. 14 нокаутов. Элай Диксон В Соединенных Штатах довольно обширная польская диаспора. Естественно, когда Голото на рынке, в зале полно польских флагов. 25 побед, 25 нокаутов. 3 поражения. Андрей Голото. Бой из 10 раундов. Мне нравится установка рефери. Давайте устроим хороший, чистый бой. Голото сразу переходит в атаку. Идет последняя минута этого раунда. Диксон выжидает. Да, уже не первый раз Элай Диксон делает это. После команды стоп бьет. Тоже, в общем, не великий джентльмен, прямо скажем. За что и получает замечание и наказание. Снимается очко. Диксон прячется под мышку от ударов Голото, пытаясь там скрыться. И как Голото не удается его остановить, когда тот идет в клинч. И тем не менее, удары в туловище очень чувствительны у Голото. Диксон боксирует как может, если это можно назвать боксом. Постоянно переводит эту схватку в борьбу. Он опаздывает с контратаками. И получает чудовищный удар справа под сердце. Нет, не встанет. Голото выигрывает свой очередной бой. Посмотрим, как это было. Это редкое зрелище. Такие нокауты встречаются невероятно редко. Именно в эту точку. Шестой раунд. Две минуты пятнадцать секунд. Вот сколько потребовалось Голото, чтобы остановить противника. И Лу Дува с ним был. Всегда рядом. Этот патриарх. А вот сейчас мы видим фризматического персонажа. Это знаменитый рефери Милл Слейн. Рефери. Знаменитый тем, что он всегда потерял свой нос. И всегда начинал бой с командой. Let's get it on. За дело. 53 года ему. Женат двое детей. Мне кажется, что Милл Слейн был таким же популярным персонажем в мировом боксе, как и многие великие боксеры. Без его присутствия, без его авторитарного стиля, ни один большой бой не мог состояться. Знаете, что бы он ни делал, говорит его жена, он всегда должен был быть первым. Потому что этому он научился, когда служил в корпусе морской пехоты. Профессиональный рефери. В течение 27 лет. 49 раз выходил на ринг, как рефери больших чемпионских боев. Вы должны практиковать две вещи. Дисциплина и хорошая физическая форма. Вот что самое главное для рефери. Какой бы большой бой ни был, в котором вы участвуете, какие большие боксеры не участвовали бы, вы не забывайте, вы главный человек. Я тоже мог бы быть чемпионом мира, но главное, чтобы в голове было это стремление. Прокурор в течение 12 лет, а сейчас судья в штате Невада. Судья по уголовным делам. Моя работа, моя задача, это защищать честность боя. Чтобы бой был честным. Это единственная работа рефери. Да, вот это знаменитый жест Милси Лэйна. Очень много хороших боксеров, и у них свои мотивы, свои мотивации. Но когда Милс Лэйн в ринге, все прекрасно знают, что не будет никакого позерства, никакого приветствия. Эй, мама, я тут. Знаете, как это бывает? Я потираю свой нос, и они уже знают, что нарушать правила нельзя. Знаете, я стараюсь сказать бойцам что-нибудь другое, не то, к чему они привыкли. Там, давайте пусть будет честный бой, и так далее. Я им говорю просто, за дело. С чем только не сталкиваешься в бою, и с отчаянной рубкой, и с боем, когда боксер против панчера, чемпион против челленджера. Но главное, это одно и то же. Нужно видеть опасность в ринге. Без всякого сомнения, я самый счастливый человек в мире. Я много интересного видел в ринге, и много в жизни. У меня замечательные дети, замечательная жена. О чем еще может мечтать человек? Только быть хорошим рефери. Итак, четырехраундовый бой. Новички на ринге. Дарвин Оливер. У него профессиональный дебют. У этого средневеса. А это Улисс Булвер. У него одна победа в одном бою. И вот теперь давайте посмотрим, что могут устроить в ринге новички. Боуэр. Черных трусах. Агрессивный, жесткий, напористый. Он отправляет своего противника на пол одним ударом. И казалось, дело сделано. Второй нокдаун. Второй нокдаун. Любой другой боец, наверное, уже сломался бы, впервые, впервые выйдя на ринг в качестве профессионала. Посмотрите, что делает Оливер. И начинается бой на встречных курсах. Снова полное, казалось бы, преимущество Булвера. Булвер. Напоминаю, на ринге новички. Один из них вообще никогда на ринг не выходил прежде в качестве профессионала. Второй на ринге всего лишь во второй раз в своей жизни. Какой раунд. Просто поразительный. Ну, а сейчас встает вопрос, хватит ли у Оливера сил на это. Но слишком много ударов он пропускает, и это гасит его возможности. Он устает все больше и больше. Посмотрите, уже ничего не осталось. Он истратил весь свой порох. Удары стали вялыми, медленными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И только характер. Именно на нем и держится Оливер. Он уже на ногах, видите, не стоит после промаха. Теряет равновесие. Рефери пока что спокойно наблюдает за односторонним, скажем прямо, воем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это Оливер. Из последних сил. Он бросает удары, уже не надеясь на результат. И все-таки не сдается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А его противник свеж и по-прежнему агрессивен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ноги не идут у Оливера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хороший апперкот у Булла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, чудо не произошло. Булла. Так он начинал свою карьеру. Десять лет он пробыл на ринге. Выиграл 25 профессиональных боев. И, по-моему, 4 проиграл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Булла и его сынишка принимают поздравления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улисс Булла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот смотрите, 34 победы у Бастера Дрейтона. 52 процента выигрыша в нокаутах. Семь побед и 4 поражения у этого парнишки из Колумбии. В Ренате Макельон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ожесточенная рубка на протяжении 4 раундов. С первых секунд была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макельон по-прежнему здесь. Несмотря на то, что Дрейтон уже экс-чемпион мира, он по-прежнему очень опасный и опытный боксер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макельон был избран для него, что называется, легкой жертвой. Никто его не знал. Он приехал из Колумбии, не понимая ни слова по-английски. И его сразу привезли в логово зверя. В кавычках. Знаменитый зал Blue Horizon в Филадельфии. А чемпион как раз местный герой. Пятому времени у Макельона правый глаз уже практически не видит ничего. У него страшная гематома. И Дрейтон целит туда. Мощные удары Дрейтона раз за разом попадают в цель. Противник стоит. Не падает. Восьмой раунд. Колумбиец оказался крепким орешком. Упорный. Настойчивый. Настырный. До крайности. Что такое улицы колумбийских городов, знают. Многие не понаслышке знают, что выжить на них молодому парнишке из нищих кварталов непросто. Это тот, кто не погибает, тот выходит оттуда весьма закалённый. Вот и Макельон. Ну, как вам это нравится? Кто это ожидал? Дрейтон? Дрейтон оказывается на полу. И Макельон не даёт ему головы поднять. Просто разгром. И вот сенсация. Местные герои. Экс-чемпион мира. Дрейтон терпит позорное поражение от парня, у которого всего лишь семь побед за плечами и четыре поражения в риме. Да, молодец этот колумбийец.